Конечно, Соболев всё придумал примерно на десятки лет раньше меня и опубликовал, но он опубликовал неверно. В его публикации была совершена грубейшая ошибка, а я исправил из-за этого и получил все награды. Ну, конечно, я работу Соболева читал и знал, что они безупречны, никакой ошибки там нету, но я притворился, что этого не знаю и спросил, Аваран, а какая же была ошибка у Сергея Ивановича? Он вроде всегда пишет аккуратно, да, говорят, аккуратно-то аккуратно, но ошибки три целых, очень грубые. Во-первых, он опубликовал свою работу на малоизвестном языке, который никто не знал. Во-вторых, он поместил её в журнале, который никто не читает. И в-третьих, он сделал всё это в городе, в котором никто не интересовался математикой. Ну, я читал эту работу, знал, где она опубликована, но притворился, что не знаю. И спросил, Аваран, ну разве бывают такие города, где никто не интересуется в математике? Это невозможно. Языки, ну у нас, вообще-то говоря, все читают на всех языках. Ну, журналы вообще хорошие есть, ну, можно объявить всё-таки мне, что же это были за ошибки. Ну, говорит, очень просто. Он опубликовал свою работу в «Contrandue de l'Académie des Sciences» в Париже по-французски. Это и была ошибка. Эту работу никто не прочёл, кроме меня. Никто не понял. А я перевёл её на английский и получил премию. Ну, я был, конечно, очень удивлён, но пришлось смириться ему виднее. Однако, через полгода я вернулся в Москву и поехал на велосипеде в Звенигород. И там на рынке увидел странное зрелище. Около Звенигородского рынка и сегодня даже есть такая канава, в которую легко заехать, если чуть-чуть не так ехать на машине. И в этой канаве, значит, стоял «Жигули», по-моему. Ну, какая-то машина, такая вот небольшая, заехавшая туда так, что выбраться никак не могла. Я следствовал велосипеда, набросал каких-то веток там. Ну, в общем, помог, вытащил эту машину около рынка в Звенигороде. Из машины выходит водитель и говорит, ты в Москве? Как странно, а я думал, ты в Париже. Это был Сергей Львович Соболев. Он приехал за молоком на Звенигородский рынок из Моженки, которая рядом, где он жил. Но я не удержался и рассказал ему эту историю. Я говорю, а что вот Лоран, правда мне сказал? Он говорит, нет. Совсем все было не так. Вот в чем дело. Говорит, во-первых, Лоран очень нас с тобой обоих любит. И старается сделать нам приятное. И вообще очень хороший человек. Его выгнали из университета за то, что он заступался за расстрелянного алжирца. Но в этой истории, в данном случае, он все тебе наврал. Дело в том, что он, когда переводил мою работу, он ее не только перевел, но добавил такие теоремы про преобразование Фурье обобщенных функций, которых я вовсе и не знал. Ему по делам дали филовскую медаль. Это прекрасную работу. К тому же, там, говорит, было вот какое-то трудное обстоятельство. Кто дал медаль? Там, конечно, есть филовский комитет. Но главным решающим человеком, от которого все зависело, был Адамар. А тут такая трудность. Адамар и Шварц близкие родственники. А именно, имеется давняя немецкая пословица, что математические таланты не передаются сыновьям, детям, а передаются зятьям. Когда имеется профессор талантливый, и не только математики, а вообще профессорские должности даже, передаются не сыну, а зятью. Потому что лучший ученик профессора женится на его дочери. Это совершенно естественно. А сын же что, он уже и так обеспечен, ему трудиться не надо. Ну, что сына ждать? У Иоанна Шварца следующая история. Адамаром была и есть дочка. И она вышла замуж за очень хорошего математика, такого главного вероятностника Франции, Поли Леви. Но у них опять родилась дочка. И она вышла замуж за Лорана Шварца. Так что Лоран Шварц, это внук Адамара. Вот в таком немецком смысле. Поэтому Адамар, которому надо было присуждать премию Шварцу, чувствовал себя очень неловко. Ну, как же это будет? Что он своему родственнику даст такую большую награду. Про работу Соболева он прекрасно знал. Он был знаком с Сергеем Львовичем и читал ее. И, конечно, Шварц совершенно безукоризненно ее цитировал. Поэтому Адамар решил, прежде чем решать этот вопрос, надо посоветоваться с Сергеем Львовичем Соболевым. И поехал в Москву, чтобы там его увидеть. Это был, по-моему, 46-й год. Приезжает он в Москву, хочет повидаться с Сергеем Львовичем. А ему говорят, нет, это совершенно невозможно. И вот почему невозможно. Потому что Соболева в Москве нету, а он находится в городе Саров-16, где является заместителем директора Курчатова центра, который все его обитатели до сих пор называют Лос-Арзамас. Адамар огорчился и решил все-таки выполнить свою мысль о том, чтобы интересы Соболева кто-то, хоть не сам Соболев, защитил. И он принял следующее решение. Я решил, Адамар, найду в Москве имеющегося, не уехавшего Саров, математика, который друг Соболева и который может защищать его интересы. Но только надо, чтобы это был математик такого высокого уровня, чтобы для меня его мнение было ценным, чтобы я его уважал как хорошего математика. Ну, многие мои московские друзья, по этому описанию немедленно узнают пересечение составляет один человек. Его-то и выбрал Адамар. Это был Андрей Николаевич Калмогоров. Итак, Адамар обратился к Калмогорову с вопросом каково взаимоотношение? Следует ли награждать Соболева или Шварца обоих или ни одного как тут быть? Но, когда мне Сергей Иванович это рассказал, это значит, был 66-й год, я немедленно повернул свой велосипед и поехал в Калмаровку на Клязьму на дачу Андрею Николаевичу Калмогорову узнать, что же он рассказал Адамару. Вот, приезжаю я к Калмогорову, он прекрасно все помнил, и он мне рассказал. я пропущу немножко забыл сказать вовремя маленькую деталь. вот эта династия, вот эта династия Адамар Поль-Леви Шварц на этом не кончилась, потому что у Шварца тоже родилась дочка. И муж этой дочки мой хороший приятель, Уриэль Фриш, который работает в университете в Ницце, в обсерватории даже там над университетом, и который, правда, не совсем математик, он физик, академик по физике, но он написал книжку «Теория турбулентности после Калмогорова», которую Синай даже перевел на русский язык, можно посмотреть. В этой династии продолжение вот оно такое вот несомненное вот еще одно поколение. Уже в следующем поколении не знаю, что будет. Уриэль еще совершенно настоящий ученый, академик. А дочка у него есть? Дочка у него есть? Не помню. В то время, когда я последний раз с ним говорил, у него, если и была дочка, то настолько малолетняя, что он ее еще не собирался выдавать замуж. А потом, я сейчас не помню, я, может, моя жена и знает, а я нет. Не знаю, может, Синай знает, но я с дочкой Уриэль не знаком. Уриэль не старый, но все-таки, ну, сколько ему, наверное, за 50. Ну, 60, может быть, еще и нет. Но, во всяком случае, вот рассказ Калмагорова. Я ответил Адамару следующее. Филсовской медалью не надо награждать ни того, ни другого. А награждать надо истинного автора теории обобщенных функций. Этот автор вовсе не Соболев и не Шварц. И, говорит, я рассказал Адамару, кто же придумал теорию обобщенных функций. Это и есть основной предмет моего сегодняшнего рассказа. Кто придумал? Оказывается, я раньше этого не знал до рассказа Калмагорова. Во время Первой мировой войны, главным образом в 16-м году, но, может быть, еще и раньше были публикации, в Санкт-Петербурге замечательный профессор Николай Максимович Гюнтер опубликовал, вот я уже сейчас не помню, была ли это статья или книга, но, во всяком случае, там было много страниц, опубликовал свою теорию, которая называлась «Теория функций от областей». Пример. Рассмотрим дельта-функцию Дирека. Дирек изобрел ее лет 20 спустя. И он, конечно, я думаю, о работе Гюнтера не знал. Поэтому она обозначается буквой дельта, и она определяется следующими условиями. дельта-функция одной переменной х на оси х равна всюду нулю, кроме точки ноль, которая так велика, что интеграл единица. Ну, ясное дело, что в Верштрафском или Каши анализе такой функции не бывает. А мы ее, тем не менее, введем, исходя из физических соображений. Ведь бывает пробный заряд в электростатике, единичный заряд, который помещается в данную точку. А какая у него плотность? Плотность единичного заряда – это и есть дельта-функция. Или можно для политикотения тоже сказать самое. Дельта-функция – это распределение, поэтому у Шварца обобщенные функции так и назывались распределения. То есть эта функция не настоящая. Настоящей функции с такими свойствами нету. Но есть обобщенные. У Гюнтера не было терминологии обобщенные функции. Но он говорил вот что. Такого рода физические объекты не определяются своими значениями в точках. Но определяются своими интегралами по всем областям. Для дельта-функции, если область содержит сначала координаты интеграла единица, а если не содержит, то ноль. Поэтому это надо считать функцией не точки, а области. Мы говорим сегодня функционалы. Он этого термина, может быть, не хотел употреблять, а может и не знал. Во всяком случае, он говорил, функция от областей. У них есть интегралы. И дальше он построил весь анализ этих функций в таком огромном количестве, объеме огромном, что сумел решать физические задачи. А именно, какую физическую задачу, ради какой физической задачи он все это придумал. Это была такая задача. Это гидродинамика трехмерного пространства, уравнение на Вьестокса. Я не буду писать это уравнение, я считаю, что кто уж попал в эту школу, то знает, что такое гидродинамика и уравнение на Вьестокса. Течет, например, несжимаемое в трехмерном пространстве, с каким-то данным, может быть, по инерции, а может быть, с какого-нибудь еще массового поля, и вот как она будет течь, если заданы начальные скорости всех частиц. Но если несжимаемая, то дивергенция этого векторного поля равна нулю и должна оставаться равной нулю, и как будет эволюционировать это векторное поле. Гюнтер доказал, во-первых, теорему существования, а во-вторых, теорему единственности. Но при этом получилось у него неприятное условие. А именно, в теореме существования доказывается, что существуют не гладкие решения, а существуют решения с некоторыми особенностями. Вот там рвутся производные, могут быть и большие значения, вот такие вот решения. Вот решения вроде дельта-функции, но может быть, немножко не совсем дельта, но вот такие. Функции от области, они являются, а настоящими гладкими функциями они не являются. Вот он написал точно, в каком пространстве эта функция, какие интегралы от этой функции конечны, по каким... Вот все так сделал, но в общем, в его теорию функции от областей, те решения, которые он нашел, входили. Во-вторых, он доказал теорему единственности. Если начальные условия заданы, граничные условия заданы, то решения ими определяются однозначно во все времена. Но, к сожалению, единственность он доказал не для этих решений, которые существуют, а для тех, которые немножко глажат. Поэтому получилось, решения, для которых есть единственность, возможно, и не существуют. А решения, которые существуют, возможно, и не единственные. Поэтому применять это к физике стало довольно... Было бы довольно опасным. И поэтому нашлось немало физиков и математиков, больше, чем физиков даже, которые сказали, из всего этого следует, что уравнение на вес стокса неправильное. Для него нет теоремы существования единственности, а значит, оно неправильно описывает турбулентность, физическое явление. Там не должно быть единственности. Турбулентность – это когда открываешь кран, и оттуда течет вода таким бурным потоком, что он потечет налево или направо в зависимости от случая, а не от начальных условий. Вот, например, в Ленинграде была такая замечательная дама ученицы Ивана Георгиевича Петровского, Ольга Александровна Лодыжинская, которая почти что жизнь этому посвятила, и которая была совершенно уверена, что уравнение на вес стокса надо менять. Она мне объясняла, как она хочет изменить уравнение на вес стокса, и даже написала какие-то безумно сложные уравнения, у которых есть и существование, и единственность. И говорила, что настоящая физическая гидродинамика, конечно, описывается моими уравнениями, а не какими-то там уравнениями на вес стокса. Конечно, это чушь, это совершенно неправильно. Но в действительности, я уже вам скажу, это вещи, которые хорошо известны. Это рассуждение принадлежит, скорее, Калмогорову в районе предвоенными годами. У него даже была дискуссия с Ландау по этому вопросу и так далее. На самом деле, тубурлентность объясняется не несуществованием решений, не единственностью решений, а объясняется неустойчивостью. При очень малом изменении начального условия решение может пойти в совершенно другую сторону. Значит, вот имеется какое-то начальное условие, имеется решение, а вот имеется соседнее начальное условие, имеется соседнее решение, которое идет совсем в другую сторону. Из-за этого, например, погоду невозможно предсказывать, потому что оказывается, что за примерно месяц, долгосрочный динамический прогноз погоды, если взять изменение погоды, если тут есть какое-то изменение альфа в начальном условии, а тут имеется какое-то там время, ну, скажем, один месяц, то тогда вот это изменение, насколько уйдет решение, будет порядка 10 в пятой степени альфа. Значит, если альфа один километр, когда-нибудь гроза сдвинутся на один километр, даже Калмагоров приводил такой пример, если изменить начальные скорости всех частиц воздуха в каждом квадратном километре так, чтобы среднее по этому кубическому километре так, чтобы среднее по этому кубическому километру не изменялось. Тогда ни один датчик вообще не заметит, что произошло изменение начального условия. А между тем, через месяц будет совершенно другая погода. Тогда 10 в пятой километров – это планетарный масштаб. То есть, значит, какой-нибудь тайфун вместо того, чтобы идти в Китай, пойдет куда-нибудь в Новый Орлеан. И, значит, это совершенно другая погода и совершенно непредсказуемая. Значит, таким вот образом обстоит дело с проблемой турбулентности, о которой думал Гюнтер. Теперь, между прочим, Лодыжинская опубликовала огромное количество работ и была даже в Академике избрана в основном за работой, в которой сделала то же самое, что Гюнтер. У нее были чуть другие, на эпсилон другие функциональные пространства. Она была более современной немножко, но, однако же, по существу, это дело было то же самое и никогда на Гюнтера не ссылалось. Я ее всегда спрашивал, а говорю, как же так, ведь у Гюнтера же было то же самое. Но что-то такое она отвечала, что эти работы Гюнтера на нее не оказали никакого влияния. И сама опубликовала ровно то же самое, что было у Гюнтера. Но в конце жизни, надо сказать, года за два до ее смерти, я все-таки ее убедил, что ссунулся на Гюнтера надо. И она еще пару работ написала, в которых честно сослалось, что Гюнтер в таком-то году сделал то же самое. Вот. Значит, дальше произошло следующее. Мне приходится рассказывать про неприятные обстоятельства нашей истории. Но они же были, ничего не сделалось. Придется. Откуда взялся Сергей Львович Соболев? Неприятная сторона нашей истории это так называемое дело Лузина. В середине 30-х годов любимые ученики Николая Николаевича Лузина, который создал всю Московскую математическую школу, ну, в число его учеников входили, ну, например, значит, Александров, Калмогоров, Петровский, Пантрягин, Келдыш, Лаврентьев, Люстерник. Ну, много. Я могу продолжать до бесконечно. Почти все имена математиков, которые были в Москве, которые так известны, были его учениками. И вот все эти его ученики обрушились на него, со страшной-страшной клеветой. Эта клевета была опубликована в «Правде», потом в «Успехам математических наук» можете прочесть. Там были такие статьи «Изжить лузинщину в научной среде». Лузинщина, что это такое? Это борьба аристократа против пролетариев, чтобы все ученые, все академики, например, даже профессора были только дворянского происхождения. Лузин в мыслях такого не имел. У него всякие были ученики. Но его обвинили в том, что он, совершенно не обращая внимания на лучшие работы своих замечательных учеников, вместо них выводит на первый план и возносит людей, которым грош цена. Я, например, читал один отзыв, который Лузин написал на докторскую диссертацию. Я не помню точно, наверное, в институте Стеклова защищалась докторская диссертация. Фамилию автора известна, но я не хочу называть. И Лузин писал следующее, что автор построил замечательный новый класс ортогональных многочленов. При этом эти многочлены обладают 14-ю свойствами, которые их совершенно делают из-за Пример. Это векторное пространство, в котором имеется по модулю многочленов степени меньше n ровно один многочлен степени n. Для каждого n. Там есть один многочлен первой степени, один второй и так далее. Дальше, если взять многочлены n и n-1 степени, то их нули будут перемежаться. Они ортогональные и у них перемежающиеся нули. Ну и так далее. Там много-много свойств таких ходит многочлен. Но я дочитал до 11-го свойства, которое уже меня совершенно поразило. Оказывается, если взять вот эту n-ую образующую многочлен, который степени n и разделить его на квадратный корень из n-факториал, то получится известный многочлен Лижандра. Ну, как вы понимаете, это ничего не открыто. Это просто переписанная теория многочленов Лижандра, которая хорошо известна, и просто выбрана другая нормировка, там корень из n-факториал добавлен, вот и все. И они названы другими именами и больше ничего. Во время обсуждения Лузина сказали, что значит, ведь он какой проклятый. Ведь он прекрасно понимал, что этой работе грош-цена. И издевался и над автором, и над ученым советом. Он же не скрыл факт, что этот многочлен Лижандра. Однако написал блестяще положительный отзыв, что этого человека надо, ну, по-моему, проводить скорее в деканы, что-то вот такое, надо сделать ему большую карьеру, и добился этого. Когда я читал этот отзыв, хотя он не опубликован, но я нашел в синаграмму этого заседания в бумагах отца. Но я, прочитавший этот отзыв, я вдруг понял, кто его написал. То есть, отзыв-то Лузина, а кто написал против Лузина текст, я понял. Хотя этого я доказать не могу, конечно, но по чему почерку, потому как это написано, я понял, что это написал мой дорогой учитель Андрей Николаевич Калмогоров. Он ни одному слову против Лузина не сказал. Вся критика заключается в дословном воспроизведении текста, опубликованного Лузиным. И вот смотрите сами, какой Лузин никуда не годный. Вот отрицательный отзыв Калмогорова на Лузина был вот таким. Но не доказано, что это Калмогоров. Он зачитывался. Лузина выгнали с работы, хотели посадить, но не посадили, потому что его спас Алексей Николаевич Крылов такой. Был великий кораблестроитель. Я всегда считал, что он адмирал, но он не был адмиралом, он был только генерал. Он был генерал, который строил флот, генерал флота. Ну и от него происходят, например, в физике, в математике. Капица, это, например, был, значит, Петр Леонидович Капица был мужем его дочки. Вот. А потом другие семьи, это Липуновы, Хованские. Это все потомки Алексея Николаевича. Он основал, на самом деле, математический институт имени Стеклова. И он же спас Лузина. А именно, он взял к себе в Ленинград Лузина, дал ему там работу и дал ему практически полезную для пролетариата деятельность по расчету уравнений движения поезда. Вот сколько надо тратить дров в паровоз, закидывать, когда поезд идет вверх, иногда вниз под сложным мути сибирской магистрали. У Лузина есть в конце жизни работа, где описываются вот такие. Лузин был совершенно замечательный. В математике, я, пожалуй, я ведь тоже вхожу в число его учеников, прямо, не прямо, я никогда с Лузиным не виделся, но все-таки через поколения, там через Калмогоровы, да и через других, через Витушки, например, тоже. Я имею прямую такую связь с Лузиным и даже расскажу одну маленькую деталь. Когда я ехал опять в Париж, по-моему, в 90-м, что ли, году, то я воспользовался советом Калмогорова, который он мне дал раньше, где в Париже остановиться. Он сказал, а вот в Париже есть замечательная гостиница, которая дешевле всех во много раз. Там, конечно, нету такое, не самые современные удобства, но в остальном гостиница совершенно замечательная. Ее адрес улица Турнефор 5, значит, называется она Парезиана. Она очень близка к Эколе Нормаль-Суперьер, очень близка к Институту Андрея Понкарея. Ну, значит, там очень хорошо останавливаться, и я вам, говорит, очень рекомендую, вот, будет вам очень удобно там вот так. Вот. Ну, я пришел в эту гостиницу, там сидит старушка в нижнем этаже и говорит, вам не понравится у нас. Вот смотрите, уборная во дворе, телевизора нет, холодильника нет, телефона нет, лифта нет. Ну, еще чего-то нет, я уже забыл, какие-то там портьеры на окнах плохие, ну, что-то такое, говорит. Я говорю, да, это, конечно, огорчительно, но мне не так уже и нужен телефон. А вот вы мне скажите, цена у вас какая? Ну, говорит, правда, у нас дешево. Но я говорю, так я тогда все-таки на неделю у вас остановлюсь. Хорошо, говорит, давайте ваш паспорт, я вам оформлю документы. взяла у меня бумаги и стала оформлять. Вот, возвращает мне бумаги, уже заполнив все это, дает мне ключ от комнаты и при этом говорит, а смотрите, я из ваших бумаг выяснила, что ведь вы приехали из Москвы, правда? Правда? А скажите, как там поживает мой давний постоялец Лузин? Дело в том, что именно Лузин открыл для московских математиков эту гостиницу. Он прожил в ней сколько лет? Десять, по-моему, в районе с 905 по 15 год, по-моему, вот так вот. И, конечно, она ему очень... Мне очень жалко, что она сейчас больше не существует, потому что хозяйка эта умерла, а, значит, продали наследники каким-то богатеям, которые не могут так мало брать с постояльцев. И поэтому там сейчас строят и лифт, и уборную, и все будет совершенно по-другому, и совершенно другая цена, и написано, и презианно отменяется. В общем, все, больше я никому рекомендовать эту гостиницу не могу. Но я хочу сказать, что вот Лузин настолько знаменит, что его через, там, 50 лет после того, как он жил в этой гостинице, еще помнила хозяйка. Лузина, однако, Ленинград не мог остаться в стороне. Если в Москве хотят расстреливать Лузина, то в Ленинграде надо найти своего. Они подумали, это было еще до того, как в Москве разразилось дело Лузина, оно еще только готовилось, но они выбрали себе, кто будет жертвой. Они выбрали Гюнтера. Гюнтер должен сыграть роль Лузина в Ленинграде. Его надо обвинить в том, что он только дворянскую науку признает и не приносит никакой пользы ни коммунизму, ни пролетариям. Однако, Гюнтер был похитрее Лузина, умный человек. Он об этом узнал вовремя. Он понял и сделал следующее. Он организовал семинар, вот вроде нашего, такой вот, для коммунистов. Комсомольцев тоже пускали. И лучшим его учеником в этой области был молодой тогда Сергей Львович Соболев. Он сказал Сергею Львовичу, я занимался функциями этой области, и применял их в гидродинамике уравнению на Вестокса сложной нелинейной задачи. Я хочу тебе поручить разработать полезные для пролетариата приложения моей теории. А именно, с этой целью ты рассмотри более простую задачу. Пусть уравнение будет линейное, волновое уравнение. Однако, разрывные решения все равно бывают и интересны, потому что, например, существует важная для пролетариата наука сейсмология. Где-нибудь землетрясение, и волна идет через всю землю, и куда она придется, в каком количестве. Если применить мою теорию функции от областей, найти обобщенные решения не уравнения на Вестокса, а уравнения сейсмологии, у тебя будет прекрасная диссертация, а пролетариат возрадуется, потому что сможет применять то, что я сделал. И Гюнтер тем самым спасся. А Сергей Львович написал прекрасную диссертацию. И в этой диссертации действительно уравнение Гюнтера, и теория функции от области Гюнтера применялась к линейному уравнению, к уравнению волновому, и находились нетривиальные следствия относительно поведения разрывов для волнового уравнения. После чего он опубликовал в Контроль-Дю свои замечательные результаты по этому поводу. Шварц их перевел на английский, добавил некоторые дополнительные теоремы про образование Фурье, и таким образом возникла теория обобщенных функций. Я сказал, что я вам определение обобщенных функций давать не буду, но сейчас чуточку скажу, несколько слов скажу. Вот, например, дельта-функция, что это такое. Обобщенные функции все аналогичны ей. Я сейчас немножко объясню. Во-первых, что такое дельта-функция, хотя все это, конечно, должны знать и так, без меня, но я должен сказать, когда я работал на Мехмате в Московском университете, там никто этого не знал, того, что я сейчас расскажу. Когда я с заведующим кафедрой дифференциальных уравнений Ольга Арсеньевна Олейник, они, между прочим, обе, Ольга Арсеньевна и Ольга Александровна, две Оли, сидели на одной партии и были ученицами Петровского в Московском университете. Но потом Ладыжинская вышла замуж в Ленинград, а Олейник осталась в Москве. Но она после Петровского заведовала кафедрой. И вот, и она, например, совершенно не знала и не понимала, хотя пользовалась, конечно, обобщенными функциями, но совершенно не понимала того, что я сейчас расскажу. Так вот, дельта-функцию у Дюнтера, да и у других, у всех вообще, это следующее. Рассмотрим функцию, которая совершенно гладкая, которая равна нулю не всюду, а вне некоторой окрестности вот такую, назовем ее дельта-эпсил, начал координат. Она всюду положительная, имеет все производные, гладкая, а интеграл в нее единица. Такая функция называется дельтообразной. Вернее, говорят о дельтообразной последовательности, если ипсен стремится к нулю по некоторой последовательности. Если имеется какая-нибудь математическая формула, в которую входит дельта-функция, то ее смысл таков. Надо поставить дельтообразную функцию там, где в формуле стоит дельта-функция, и рассмотреть предел при епсилон стремящимся к нулю. Пример. Давайте сосчитаем интеграл. Давайте посчитаем интеграл от какой-нибудь непрерывной или даже гладкой функции f от x дельта от x dx Согласно делению мы должны взять дельтообразную функцию умножить на нашу функцию почитать интеграл от произведения. Но дельтообразная эта функция равна 0, кроме маленькой окрестности. А в маленькой окрестности произойдет следующее. функция f в маленькой окрестности будет почти постоянной, потому что окрестность маленькая, а функция непрерывная и гладкая. И все это значение это примерно f от 0. f от 0 плюс малая величина, которая там порядка кейпсюл. Если мы умножим f от 0, это число, на дельта функции проинтегрируем, то это будет произведение множителя константа f от 0 на интеграл от дельты, а он единица. Вот мы доказали такую важнейшую формулу. Произведение на дельту от любой, на самом деле это верно для любой непрерывной даже, я говорил гладкой, но это не важно, функции f это ее значение в нуле. Второй пример. Перенесем функцию дельта из нуля в точку y. То есть, если мы возьмем дельта от x минус y, y константа, а функция от x, то это значит дельта и y переносится, перенесение от, если мы пишем аргумент x минус y, то это куда график сдвигает? Вправо на y, правильно. Около не нуля, а около точки y будет такая функция. Это дельта и от x минус y. Это функция от x, которая имеет такой резкий максимум, в точке y. В точке x равно y резкий максимум. Посчитаем интеграл. рассуждение такое же, как в предыдущем случае, только вместо этой точки 0, около которой сосредоточена дельта, сдвинутая дельта сосредоточена около точки y. Поэтому получится не f от нуля, а f от y. а теперь рассуждение, которое является совершенно обычным для физиков, но которого боятся математики, хотя и зря. Эту формулу можно прочитать как следующую выдающуюся теорему. любая функция от переменной y может быть представлена как линейная комбинация специальных функций, перенесенных дельт. Дельта от x минус y рассматриваем как функция от y. Это тоже дельта функция такая, но сосредоточенная в точке x. Значит, сосредоточенных в разных точках дельта функций из них, умножая их на константы f от x от y независище и брать интеграл, то есть сумму, можно получить что угодно. Любая функция набирается из... Значит, дельта функция образует базис. Конечно, их бесконечное количество, перенесенные дельта функции, вот так, но можно разложить любую функцию по дельта функциям. А это замечательный способ, называемый методом Пуассона, как решать любую уравнение с правыми представить вот таким образом, заменить правую часть на дельту, решить с правой части с дельта образным возмущением, а потом проинтегрировать с коэффициентами, которые даются значениями нашей функции, вот и все. Таким образом, начинается теория обобщенных функций, которая является огромной теорией, в которой очень много замечательных результатов, но я из них сейчас вам рассказываю только очень малую долю. как бы это объяснить? теория Гюнтера совершенно была заброшена, он умер, по-моему, в 46-м году, и это был один из самых крупных российских математиков. Вот я молодым нашим слушателям могу очень рекомендовать замечательную книжку, которую он написал, она называется Гюнтер и Кузьмин, это задачник по математическому анализу. Это самый лучший в мире задачник по математическому анализу, прорешавший задачи из этого задачника, вы по-настоящему узнаете, что такое математический анализ, и поймете огромное количество вещей, которых в других местах нигде не найдете. Сейчас у нас обычно учат в университетах, скажем, по задачнику Демидовича, который, конечно, использовал трехтомный задачник Дюнтера и Кузьмина, но гораздо слабее. А вот и Дюнтер и Кузьмин были замечательными математиками, но, к сожалению, рано довольно умерли, они были член-корреспонденты Академии наук, но оставили официально меньший след, чем след. Надо было бы. Дюнтер вот из-за уравнения гидродинамики совершенно не упоминается, а Кузьмин тоже не упоминается по следующим странным обстоятельствам. Значит, Кузьмину принадлежит вот что. Он решил проблему Гильберта, ну, у него есть замечательная работа про цепные дроби, которая называется статистика Гаусса Кузьмина, но я про это в прошлом году, по-моему, рассказывал много в этой школе и сейчас повторять не буду. Это замечательный такой случай, когда Гаус открыл статистику, но не опубликовал, потому что он знал, что она не верна. А Гюнтер Кузьмин Кузьмин, Кузьмин, прошу проехать, конечно, Кузьмин. Тут сейчас мне хочется рассказать еще маленькие детали, которые не нужны официально для того, что я рассказываю, но раз уж я говорю про это, то хочется рассказать. Работу Гаусса хорошо знал Понкаре, и Понкаре сказал, что статистику Гаусса надо было бы сравнить, статистика Гаусса это вот какая-то статистика. Берем случайное вещественное число и разлагаемся по одной дроби. Ну, скажем, золотое сечение, как там, корень из 5 минус единица пополам, это значит сколько это? Если минус надо или плюс писать, чтобы были одни единицы? Плюс, тогда будет число больше единицы. Если плюс, то будет число больше. Я понимаю, я понимаю, но ну, ну, давайте напишем плюс, но напишем плюс, все равно. Единица плюс единица делить на единица, плюс единица делить на единица и так далее. Такая бесконечная цепная дробь, это значит, надо обривать конечные, обрывать в том предел, когда место обрывания стремится к бесконечным. Так вот, для любого вещественного числа можно написать такую цепную дробь. Значит, вот элементы цепной дроби А0 плюс единица разделить А1 и так далее. Ну, тут целые числа. Здесь единички, но это пишется вот так, пишется вот эта вот дробь, пишется так, и 1, 1, одни единички. А в общем случае будут какие-то А0, А1 и так далее. Так вот, если взять в качестве числа, которое мы разлагаем, случайное число, то единицы будут не все, конечно, но все-таки некоторые доли единицы там составят. Сколько там будет единиц, сколько двоек, сколько троек и так далее. Гаусс нашел пропорцию. Единицы будут отличаться в таком-то количестве, двойки в таком-то и так далее. Но он прекрасно знал, что это пропорция, я даже ее знаю, но не буду писать на доске формулу, эта пропорция, он там убывает, как единица на К квадрат, если А равно К, то вероятность этого, частота, порядка единицы на К квадрат, я знаю даже коэффициент, какой там есть, но не хочу вас мучить, я это рассказывал два года назад. Так вот, значит, он знал эти вероятности, какие вероятности P, значит, А, житая, равняется к какому-то числу К, вероятность равна ПК. И он эти числа ПК нашел. Но, если взять в качестве разлагаемого числа Х, равное корень из пяти плюс единицы пополам, то там вероятности совершенно другие. Никаких единиц на К квадрат, все вероятности нули, кроме только вероятности для единицы. P1 равно единице, а остальные, да, P1 равно единице, а все остальные равно нулю. Так вот, Далл знал, что такие контрпримеры, как золотое сечение, имеются всюду плотным образом. Любое число можно аппроксимировать вот такое число, у которого совершенно другие цепные дроби. Поэтому он даже не опубликовал своего результата. Но Панкаре знал этот результат, и Панкаре предложил следующее. Цепные дроби определяют, насколько хорошо данное число приближается рациональными. Если большие элементы цепной дроби, то есть очень хорошие приближения. Поэтому, поскольку резонансы между планетами и Солнечной системы очень важны для астрономии, возьмем отношение частот обращения разных планет, а также спутники можно брать месяц с отношения к году, сутки к месяцу. Все эти отношения из астрономии возьмем, получим вещественные числа, разложим их в цепные дроби и посмотрим, какая будет статистика элементов этих цепных дробей. Ученики Панкаре, в особенности Ньюком, все это проделали и обнаружили, что статистика Гаусс, как у Гаусса. Все вот эти исключительные случаи, вроде вот этого, не встречаются в природе. А почему непонятно? Если взять математически такое число, то у него будут одни единицы, конечно. Но золотое сечение в качестве отношения периодов обращения вокруг Солнца каких-либо планет не встречается. Но после этого прошло еще пару десятков лет, после работы Ньюкомба, когда уже все знали, что статистика Гаусса интересна, и было много работ, людей, которые пытались ее доказать и никак доказать не могли. Ну, к тому же, как это окажется, это неверное утверждение. Пока, наконец, не появился Кузьмин, который обладал следующими свойствами. У Кузьмина была книжная полка и была лестница, по которой он лазил за книгами. На верхнем этаже среди этих книг стояла водка. Вот. Он залезал наверх, добирался до водки, напивался, делал математические теоремы. Когда он уставал, то он опять залезал по лестнице. И так весь день. До тех пор, пока у него хватало сил, залезть доверху, не упавши. Таким методом Кузьмин доказал формулу Гаусса, которая с тех пор называется формула Гаусса Кузьмина. Он ее доказал. Но потом он еще решил, что это Гаусс давно ожил, а вот есть проблема Гильберта, надо хоть одну решить. И он решил проблему Гильберта. Вот такая проблема Гильберта. Рассмотрим число. 2 в степени корень из 2, говорит Гильберт. Спрашивается, я не помню номер, 7 по-моему, будет ли это число алгебраическим или трансцендентом. Существует ли уравнение с целыми крицентами, которым удовлетворяет вот это число. Над этой задачей очень долго бился один генерал. Он был генерал КГБ и занимался криптографией в Москве. Он был главный начальник криптографической службы Советского Союза в военно-морском флоте. И, впрочем, был моим близким другом Александр Доросифович Гильфонд. Он бился несколько лет и доказал, что 2 в степени корень из минус 2 не алгебраическое число. Однако, это не проблема Гильберта. Это комплексное число совсем другое. Он думал, ну, может быть, там, не знаю, сколько лет, несколько лет, во всяком случае, думал над этой проблемой, и у него ничего не получалось. Он мне говорил, что совершенно отчаялся. Думал, что это никогда и не выйдет. И тут появился Кузьмин, который использовал свою лестницу, использовал также и работу Гильфонда, понял, что к ней надо добавить, и решил проблему Гильберта доказать. Но, интересно, как у Гюнтера, так и у Кузьмина странная судьба. Этот результат никто никогда не приписывает Кузьмину. И вот по какой причине. У Кузьмина был враг. В Ленинграде был такой крупный теоретический числовик, Иван Матвеевич Виноградов, который ненавидел Кузьмина как соперника по теории чисел. И поэтому, он, будучи к тому же, как мне говорил Иван Матвеевич, он мне говорил, какой я антисемит. Мой ближайший друг Александр Осипович Гильфонд совершенно еврей. И поэтому он результат русского Кузьмина приписал еврею Гильфонда. Он опубликовал такую статью, в которой сказано, что замечательный мой друг Гильфонд решил проблему Гильберта. Вот доказал такую вещь. Александр Осипович ужасно удивлялся. Он мне говорил, зачем ему это надо? Я никогда не претендовал, никогда вот так. Кузьмин сделал очень хорошую работу, надо его хвалить. Однако, результаты Виноградова переписали все следующие люди, которые писали о русской математике. Первым переписал, по-моему, Павел Сергеевич Александров, который писал о проблемах Гильберта, большую книжку. И он туда переписал, что эта проблема решена Гильфондом. Вторым переписал, по-моему, Ольга Арсеньевна Олейник, который тоже писал такой обзор какому-то юбилею проблем Гильберта. А третьим, как ни странно, переписал то же самое мой друг, Андрей Болебрух, который тоже написал книгу о проблемах Гильберта и тоже переписал тот же самый вздор, хотя я ему говорил, он знал правду. И, наконец, но это не последний еще случай. Андрей успел умереть, и после него очередной обзор написал Яков Григорьевич Синай, который написал что-то 30 крупнейших открытий математики 20 века, какая-то вот такая вот книга. И в этой книге опять написано, совершенно пропущен Кузьмин, а опять написано, что это сделал Гильфонд. Уж не знаю, зачем и почему, но факт вот такой. Но, во всяком случае, Юнтер Кузьмин это замечательная книжка, которую я очень всем студентам всегда рекомендую, хотя, конечно, она бывает несколько трудновата, где Медович, конечно, гораздо легче, в Юнтере Кузьме бывают по-настоящему трудные проблемы. Да, пожалуйста. Примерно в году было последнее издание этой книжки. Не знаю. В смысле, есть какой-то... Не знаю, нет. Вы знаете, спасибо. Вопрос очень правильный. Ее надо переиздать, конечно. Ее надо обязательно переиздать. Но я вот что-то тут ни Вани, ни Виталика не вижу. Я не знаю, кто ее переиздаст. Ну, понимаете, дело в том, что врагов так много, что в издательствах находились тоже враги, и которые не хотели, понимаете, Юнтера, не Кузьмина видеть на обложке. А сейчас уже можно. И я думаю, что вы правы совершенно. Нужно. Нужно ее переиздать. Это очень хорошая книга. Ее, конечно, нужно переиздать. Но у меня какие-то издания 30-х годов есть. Там эти... Несколько томов этой книжки. Очень растрепанные, потому что ими очень много пользовались. Но изданные, ну, я не помню, в 33-м году вот что-нибудь вот такое. Вот. Не знаю. К сожалению, не могу вам ответить, когда она издавалась в последний раз. К сожалению, не знаю. Вот. Ну, значит, что же... тут есть очень... про историю обобщенных функций есть очень много и даже интересных вещей, но на которые потребовало бы и много времени, чтобы это подробно рассказывать. Я думаю, это у меня сегодня не стоит. Наверное, лучше остановиться на том небольшом количестве вещей, которые я вам сегодня рассказал. История, конечно, на этом не кончилась и потом и будет продолжаться, и там еще много интересного, но... я, пожалуй, подчеркну только одну задачу. Это вот какая задача. Как обстоит дело с уравнением на Виостокса? Для уравнения на Виостокса в двумерных областях последователи Гюнтера, в частности, Виктор Ильич Юдович в Ростове-на-Дону, доказали, добрав, как следует функциональное пространство, обобщенные функции нужных к Лазову и так далее, доказали существование единственности решений с особенностями вполне определенного вида. Не больше и не меньше. Так, чтобы оба класса, в которых доказывается существование, доказывается единственность, совпали. Можно ли сделать это в трехмерном пространстве? Вопрос открытый. Потому что все попытки сделать это неудачны до сих пор, но неизвестно, что будет в будущем. Может быть, это какое-то хитрое функциональное пространство, какие-то хитрые особенности надо допускать, а какие-то другие не допускать, неизвестно. Это открытый вопрос и Гюнтер, и Лодыжинская много про этот вопрос думали. Ну вот, например, скажем, мой учитель в Париже Жан-Лерее твердо был уверен, что ввиду неудачи и его тоже попыток доказать существование единственного вида стокса, значит, это уравнение физически неправильно. И надо его заменять другим уравнением, до которого будет уже существование единственного. Я в это не верю, но доказательства нет. С другой стороны, когда я говорил с физиками, вот, например, скажем, мнение Якова Борисовича Зельдовича, то оно было таким, что лазерными методами под микроскопом течение идеальной жидкости трехмерной, в которую насыпается для того, чтобы хорошо видеть, как она там движется, алюминиевый порошок такой, весь такая вот, и потом лазерные лучи дают много фотографий, видно, как все это движется. Вот видно, что у них, у этой жидкости совершенно гладкие течения, даже при больших числах ринольца, никакого не существования, никакого разрыва по-настоящему не происходит. Значит, физически это уравнение правильное. Однако, это никакое не доказательство, а это просто чистый физический эксперимент. Ну вот, эта задача о том, чтобы привести в соответствие математику с физическим экспериментом, по-моему, очень хорошая. Благодарю за внимание. Да? Можно вопрос? Конечно. Как реагировал Адемар на рассказ Комогорова? Адемар пытался дать премию Гюнтеру, но филдские медали присуждаются до 40 лет. Гюнтеру было уже больше, а к моменту присуждения он вдобавок еще и умер. Пришлось дать Шварцеру. Что он сделал? Я с Адемаром сам не говорил, но Комогоров был несколько огорчен, говорит, надо было Гюнтеру, а он дал Шварцу, ну что сделаешь? Комогоров тоже к Шварцу очень хорошо относился, Соборев к Шварцу очень хорошо относился, да и я тоже, и сам Шварц очень был хорошим человеком. Но вот обстоятельства жизни они вот такие. Знаете, сейчас я еще скажу одну фразу. У меня в разных местах имеются обзоры разные, про Нобелевские премии, про Филдцевские и так далее. И вот есть одна фраза, которую я хочу повторить, которую я давно придумал, но повторяю каждый раз, когда про это говорю. К счастью, ни включение какой-нибудь проблемы в список Гильберта, ни избрание в какую-нибудь академию, ни Филдцевская медаль, ни Нобелевская премия на поступательный ход нашей науки практически почти никакого влияния не оказывают. Наука развивается сама собой, а награды идут сами собой и совсем не тем людям, которым бы надо. И не беда. Я как-то составил список для Нобелевских премий, ну и для Филдцевских медалей тоже составлял такой список крупнейших ученых какой-нибудь области с одной стороны за 20 век и награжденных. Пересечения очень маленькие, причем, кроме того, что русских, конечно, особенно мало, но даже не считай русских, даже просто среди всех математиков мира число награжденных филдцевскими медалями и число лучших математиков 20 века. Очень сильное расхождение. Но я не буду сейчас называть имен, хотя знаю их. Но, ну, понимаете, да нет, не буду называть совсем никого, потому что, чтобы не обидеть, не назвав кого-нибудь, кого надо было бы включить в список. Но одну вещь хочу все-таки сказать, это слова не мои, и о Калмогорова. Калмогоров мне как-то сказал, знаете, все эти списки награждений пустяки, не имеют никакого значения, за исключением, однако, одного. Имеется одно явление, которое, один список, который абсолютно объективен, в котором стоят только самые лучшие, и практически все самые лучшие стоят. Это список почетных членов лондонского математического общества. Вот есть, например, лондонское королевское общество, это Академия наук Англии. Там тоже есть большой список награжденных там и так далее. Вот, ну, Калмогоров говорит, вот посмотрите, вот такого нет, такого нет, такого нет. А в математическом обществе выбраны вовсе не академики, но лучшие из всех стран и без всякой скидки на происхождение, на пол, из какой страны, никакой, совершенно объективный список. Это действительно лучший список награжденных. Это очень удивительно, но я проверил, посмотрел, действительно, когда я для себя составлял список, кого бы я наградил, оказалось, что они все почетные члены этого лондонского математического, а не королевского общества, удивительным образом держатся. Это математическое общество является практически старейшим в мире, но не является старейшим в мире в действительности. Оно является вторым по старшинству в мире, потому что имеются два общества, у которых разница в полгода. Какое из них раньше образовано, они спорят, потому что образование общества имеет, с одной стороны, королевский указ, а с другой стороны, имеется другой королевский указ, что оно уже образовано и работает. А в промежутке между этими двумя было бы сделано второе общество. И вот непонятно. И каждый претендует на первенство. И даже я сам в этом завязан, потому что второе общество, которое старейшее, это московское математическое общество, в котором я президент. И вот, значит, когда я спорю с лондонским математическим обществом, иногда кто старше, то получается большая путаница. Есть документы, есть какая-то категория начала, по которой оказывается одно из них старше, и какая-то, по которой другое. Московское математическое общество было создано, знаете, таким очень странным человеком. Николай Борисовичем Бугаевым, который, он даже, по-моему, был первым президентом в Москве, на Арбате есть музей его имени. И он очень прославился, мы его так как-то больше знаем все, по его сыну, который был знаменитый поэт, Андрей Белый. Он никакой не Белый, он Бугаев, и никакой не Андрей, а Николай Борисович. Вот так. Так вот, это общество, созданное Бугаевым, оно действительно очень старое. А, я, пожалуй, еще одну вещь хотел рассказать. Есть у меня, минутка, наверное, еще есть. Я хотел сказать еще про одного человека, про которого упомянул, но не рассказал достаточно. А надо бы рассказать про него больше. Когда меня выбрали, да, Калмогоров мне это сказал, что самый почетный список, именно тогда, когда меня туда выбрали. А это была моя первая награда. Это было очень удивительно. Я не был академиком еще ни в одной академии, нигде, а выбрали именно в Лондонское математическое общество. Калмогоров, когда это увидел, то он мне сказал, а ведь, знаете, ведь это гораздо почетнее, чем выборы в любую академию, потому что и дальше вся вот эта вот история. Я не помню точно, какой это был год, но, правда, через два года меня выбрала Французская академия, еще через год Национальная академия наук США, а всего там этих академий, которые меня выбрали, порядка десятка. И мне Зельдович потом говорил по этому поводу. Ведь смотрите, вот Калмогоров, Сахаров, мы с вами, но все чваны. Этот чван существительные, четыре буквы, ЧВАН, которые происходят от глагола «чваница». А что значит чван? Чван – это термин, введенный в науку Зельдовичем, означает «член всех академий наук». Ну, действительно, когда больше десяти, ты уже не смотришь, какой именно. Так вот, в некоторый момент выбрали меня в Лондонское королевское общество, то есть в Академию наук Англии. Тогда президентом был сэр Майкл Атье, великий математик, он был мастером тринити-колледжа в Кембридже, и мы с ним дружим всю жизнь. И он меня пригласил туда приехать на это торжество. Ну, я, значит, приезжаю, и мне объясняют. Во-первых, вот пакет, в котором стоят все документы всех русских почетных членов, иностранных членов Королевского общества Академии наук Англии, которые родом из России. Вот смотри, вот, говорит, первый, его звали Александр Данилович, а вот последний это ты, вот сейчас вот. Вот посмотри, вот ответ твой написан, твоей рукою написано вежливое ответственное письмо по-английски. А Александр Данилович не только по-английски, но и по-русски писать не мог. Вот, за него написал Шафиров, а он написал «Четыре креста». Отвечал он на приглашение, ты вот Ате и отвечал, а он Ньютону. Значит, Ньютон пишет письмо Меньшикову Александру Даниловичу, фамилия была Меньшикова. Вот, который говорит, мы знаем, когда ваш император Петр Великий приезжал в Лондон, то он нам рассказывал, что он очень хочет в стране развивать науки, культуру, даже Академию наук хочет сделать, и что вы его правая рука. Мы не решаемся предложить императору самому вступить в нашу Академию, но вам-то можем. И вот вступайте к нам. И Меньшиков ответил положительно, но поставил «Четыре креста», потому что был полностью безграмотным. Он зато был замечательным мотиватиком, он очень хорошо считал и много-много миллиардов у Петра украл. И Петр это заметил, и поэтому там, ну это длинная история, это привело к тому, что Петру пришлось жениться на Екатерине I, который Меньшиков ему подсунул, чтобы Петр не наказывал его за растраты. Но это длинная история про Петра, я не хочу про это рассказывать, я хочу про Атио. Атио мне сказал, когда выбирают нового члена, значит, вот нашей Академии, то мы делаем торжественную фотографию, где он снимается у портрета одного из классиков, одного из старинных. Вот ты можешь сняться около Максвелла, можешь около Ньютона, Фарадея, ну кого хочешь, выбирай. Вот тебе галерея, в которой стоят портреты всех старых членов общества, и ты выбери. И вот я вам хочу рассказать немножко, кого я выбрал. Я выбрал Дирака. Значит, вот я хочу про него немножко рассказать. Дельта функции обычно связывается именно с его именем, и именно от него получил эту первую букву Дельта. Конечно, я мог бы рассказать про него очень много. Вот, например, как близкий друг моего отца, такой создатель нашей водородной бомбы, Игорь Евгеньевич Тамм, один из создателей с Эльдовичем, он с Дираком проехал, по-моему, что-то 50 тысяч верст падания на велосипеде. Ну, а, нет, он еще сделал другое. Он вместе с моим отцом, значит, Дирака завел на Эльбрус. Дирак очень любил такие восхождения. Вот они взошли до Эльбруса, ничего. Вот. Так Дирак, кроме того, замечательен не только как физик, но и как математик. И я вам хочу два слова про это сказать. У Дирака написано «Следующая характеристика современной физики». Что такое современная физика? Как развивать, строить новую физическую теорию? И вот его буквальные слова. Для того, чтобы построить... Это вот времена, когда строилась квантовая физика в основном. Ну, он-то это говорил по поводу теории спина-электрона, которая тоже им построена. Но все равно, он говорил про любые теории. Чтобы построить новую физическую теорию, вот, например, квантовую механику и теорию спина тоже, правильный путь состоит в следующем. Начинать надо с того, чтобы отбросить все физические представления прошлого. Потому что это вежливое имя для предрассудков, которые только мешают продвигаться вперед. Ну, там какой-нибудь, знаете, флагистон, там много было всяких теорий. Я не буду перечислять. Он просто говорил вообще, отбросите все, не обращайте внимания ни на какие старые представления о мире. Вместо этого начинать надо с красивой математической теории. Надо взять любую красивую математическую теорию. Если она по-настоящему красива, то она обязательно найдет полезные физические приложения. И надо искать, что бы она описывала, эта математическая теория, какую бы физику она описывала. И тогда вот эта физика и будет новой, и красивой, и полезной, и замечательной. И вот таким образом он придумал дельта-функцию. Но я хочу рассказать еще другую вещь, которая малоизвестна даже и математикам, и физикам. Вот работа Дирека по теории спины электрона. Он доказал, что спина электрона имеет два значения. Ну, вы, наверное, слышали в физике всегда, спин вверх, спин вниз, так вот бывает. Половина и минус половина их обычно обозначают. Это придумано Диреком. Откуда он это взял? Он это придумал из математической теории, которая была довольно сложной. Топологической теории. Он эту сложную теорию не мог рассказать своим коллегам. И поэтому никто ему не верил. До тех пор, пока он не подтвердил эту математическую теорию наглядным физическим экспериментом. И он его сделал. Я видел инструменты, при помощи которых он взял физический инструмент. Теперь, математическая теория. Его математическая теория такая. В группе вращения трехмерного пространства имеется нестягиваемый путь, замкнутый. Надо повернуться на 360 градусов, и этот путь нестягиваем в группе. А если его повернулись на 720 градусов, то уже стягивается. Дирек знал прекрасно эту теорему, которая в топологии, конечно, является совершенно классической теоремой. Она-то, и именно на ней основаны спины, которые относятся к спиновой группе, которая двулистное накрытие, вдоль рвющейся, как раз вот вдоль этого пути, который удвоенный будет стягиваться. Но показать, что такое SO3, что такое P1, объяснить это физикам, он совершенно не мог. И поэтому Дирек развил ту красивую математическую теорию, которая, если она красива, она, как вы сейчас увидите, очень красива, найдет физические приложения. И вот эта теория. В математике имеется такая теория, которую он прекрасно знал, теория КОС. Вот пусть имеется плоскость, и на ней имеется N точек. Тогда строится КОСа из N нити. КОСа из N нити от этой девушки растет вниз. Вот, значит, такие монотонные кривые, которые по парам не пересекаются. Волосы, отдельные волосы, пересекаться не могут. А внизу где-то такое считается, для простоты, что имеется ровно такая же плоскость и те же самые N точек. А теперь КОСой называется гомотопический класс такого объекта. Если мы изгибаем немножко эти волосы так, чтобы они нигде не пересекались, то говорят, что эта КОСа та же самая. Вот, скажем, вот эта КОСа эквивалентно тривиальный. Легко понять, как мне надо и задумать, чтобы распутать. А вот эта КОСа из двух нитей, которая тут нарисована, она нетривиальна. Нельзя гомотопии перетянуть так, чтобы они кончались. Ну, понятно. Вот. В теории КОС имеется групповая структура. Если на конце КОСы завязать вторую и убрать перегородку, то получится новая КОСа, которая называется произведением первой и второй. Легко доказать, что КОСы образуют группу в отношении к этой структуре. Потому что у каждой КОСы есть обратное. Ну, вот здесь, вот видите, вот мы взяли вот эту КОСу, а вот здесь ее обратное, которое симметрично, так и в тот раз все распутывается. Но в теории КОС имеется такая теорема. В группе КОС нет элементов конечного порядка. Если какая-то коса нетривиальна, и мы на ее конце завяжем еще такую же хоть 10 раз, она за этого не распутается. Вот это Дирек знал. Но с другой стороны, Дирек знал, что теорию КОС можно строить не только на плоскости. Вместо плоскости можно было взять любую поверхность. сферу, например. И внутри вторую сферу. И КОСу. Ну, дальше все совершенно то же самое. Получается опять группа КОС. Они называются сферическими КОСами. И в теории сферических КОС Дирек знал следующий факт. Сферические КОСы из четырех нитей в этой группе имеются элементы второго порядка. Имеется такая сферическая КОСа, что если такую же сферическую КОСу завязать после этого с концами этих нитей еще внутри, а потом сжечь среднюю сферу, то все распутается. На плоскости так не бывает, на сфере бывает. Доказательство этой теоремы эквивалентно вычислению фундаментальной группы СО3. Второго порядка, именно потому что СО2, потому что их две. И Дирек это прекрасно понимал, разбиралась в этой теории при помощи вычислений группы монодромии эректического расслоения над сферой без четырех точек. Эректические кривые, двулицное накрытие сферы, ветвящейся в четырех точек, это эректическая кривая, и можно рассмотреть конфигурационное пространство. Ну, я не буду рассказывать эту теорию, я ее знаю. Но не могу вам быстро рассказать, конечно. Это правильная теорема. Дирек сделал эту косу сферическую и собранию физиков у них на глазах сжег среднюю сферу. И все развязалось в них руках. И они поверили, что П1 от СО3 равно С2, и они поверили, что спин имеет два значения, и с этого началась теория спида. Вот какой был замечательный и математик, и физик Тирек. Ну, простите, что так задержал, время кончено. Спасибо.